Минтруд выступил против идеи наследования пенсионных накоплений Виталий Петров. Рисунок к статье. Министерство труда не готовит предложений по увеличению пенсионного возраста, не считает возможным значительное увеличение МРОД и не поддерживает идею наследования пенсионных накоплений. Вчера министр Максим Тепелин ответил на вопросы сенаторов в рамках заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике. Высокопоставленный чиновник подтвердил, что в стратегии развития пенсионной системы до 2030 года увеличение пенсионного возраста не предусмотрено, хотя такие дискуссии время от времени вспыхивают в правительстве. По словам Тепелина, в странах, где на пенсию выходит в 63-65 лет, продолжительность жизни превышает 80 лет. В России же этот показатель составляет 70-71 год. Вот Минфин говорит, доведем пенсионный возраст у мужчин и женщин до 63 лет. Нельзя сейчас просто сказать «63». Почему именно 63? Давайте внимательно изучим соответствующий опыт других стран, организуем дискуссии на уровне экспертных сообществ и прислушаемся к их мнению, призвал министр. Глава комитета Валерий Рязанский в свою очередь высказал мнение, что спонтанно возникающие в СМИ обсуждения на эту тему носят деструктивный характер, тем более в непростые кризисные времена. По мнению сенатора, если уж и вести разговор по изменению пенсионного возраста, то делать это нужно на основе некоего базового документа. Для этого должны быть подготовлены аналитические материалы по линии здравоохранения, демографии, налогообложения, данные о том, сколько человек живет после выхода на пенсию. Читайте также, Минтруд не будет увеличивать пенсионный возраст. Повышение пенсионного возраста далеко не единственный резонансный шаг, против которого выступает Минтруд. По словам Тепелина, невозможно на сегодняшний день незначительное увеличение минимального размера оплаты труда. Причина тому – сложные экономические условия. В последний раз СМРОД повышался 1 января текущего года на 411 рублей, сейчас его размер составляет 5965 рублей. «Мы долго обсуждали эту тему с профсоюзами и работодателями и не нашли ответа, как совместить районные коэффициенты к заработной плате с МРОДом. Пока эта задача не будет решена, не получится ни раз там РОД, ничего», – заявил глава Минтруда. Министерство также выступает против идеи наследования пенсионных накоплений в случае, если гражданин откладывает выход на пенсию и продолжает работать. Что касается наследования, мы считаем, что даже в рамках накопительного компонента – это неправильная система. Если будет наследование, пенсионный фонд рухнет через 5 лет. Нельзя наследовать в системе страхования, это разные по своей природе институты. «Мы не будем никогда предлагать введение института наследования в страховую систему», – подчеркнул министр. Ранее по теме Антон Дроздов, работающий пенсионер может влиять на увеличение пенсии. Ключевое предложение, которое Минтруд намерен продвигать в ближайшее время – ограничение пенсии для работающих пенсионеров, имеющих высокие доходы. «Мы долго обсуждали в правительстве параметры ограничения и остановились на доходе в 83 тысячи рублей в месяц», – пояснил Топелин. «Такая мера позволит, по его словам, дать пенсионному фонду дополнительно 145 миллиардов рублей в течение трех лет. Это не означает простую экономию. Из освободившихся средств 100 миллиардов пойдет на дальнейшее повышение пенсий», – заверил министр. «Если такой механизм ограничений будет введен, то высокооплачиваемым пенсионерам, по всей видимости, будет выгодно отказаться от пенсии и отложить ее получение. Для низкооплачиваемых граждан такая система работать не будет, а высокооплачиваемые граждане будут это делать, так как у них появится разумный стимул», – сказал Топелин. «Министр отдает себе отчет в том, что этот подход активно критикуется в СМИ, но, по его словам, соответствующий механизм был изначально заложен в стратегии пенсионной реформы». Топелин попросил сенаторов поговорить с населением и спросить у него, как оно относится к сумме 83 тысячи рублей. Поскольку систему будут вводить по итогам года, время у парламентариев еще есть. Помимо ограничения пенсии для высокооплачиваемых работающих пенсионеров документ, в частности, предполагает постепенный отказ от досрочного выхода на пенсию для врачей, учителей и работников культуры.